Ой, ребята, да не только что мы знаем, мы сегодня и каждый день продолжаем учиться, учиться, еще раз учиться и узнавать все больше о своей стране. Всем привет! Конечно, вы слушаете Аврору на волне 100.7 FM и на радиоаврора.е. Кстати, если вы у нас на сайте сейчас, то следите за визуальным радио. Между прочим, первым визуальным в Армении. Большие приветы! Вот я вам машу. И не только я, и, конечно, вы видите, что в нашей студии, как всегда, в «Не хочу в Америку» гости. Но прежде я напомню, пожалуй, номер телефона, потому что он пригодится сегодня всем нашим слушателям для дозвона в прямой эфир и для выигрыша 10 тысяч драм. Итак, друзья, запоминайте. 091-76-1007. Это номерочек вам пригодится чуть позже, вот сразу, как мы вам объявим еще раз, чтобы вы звонили. Можно будет уже дозваниваться и выигрывать. Вопросы будут касаться, как всегда, нашей армянской истории. Слегка современной, слегка даже совсем не современной. Ну, в общем, об этом потом. Сейчас самое главное. Современная история, которую мы делаем прямо сейчас, друзья, вместе с вами. У нас в гостях Ревика Харибян. Она владелица, можно уже сказать, сети магазинов «Дизигуаль». Женщины, конечно, сразу поняли, о каком магазине, о какой одежде речь. Она очень яркая и рекламирует ее девушка большей части. Та самая модель. Та самая пятнистая. Да. То есть вот известно, этот бренд известен именно этим. И второе, то, что она очень яркая. Ну, собственно, как и вы, Аревик. Но мне очень интересно, что, это всё, что я говорю,, ты, как вы, Аревик, Аревик, Акуст, Акусты, Аккусты. А вот и все. Но до конца мы узнаем, что мы показали, как вы летать, мы находим на них, соб��нице, с которой мы будем говорить, что мы вместе у вас не хотим, чтобы претензать на Казахстан, до конца, чтобы обоработать и уволироваться. На сегодня эти экскурсии лограда, зачем грехи украл? Да вот мы не можем, а мы не можем претензать в торговый центр. Что делать эти люди, которые наладят в принципе в бизнесе, Это очень интересный вопрос. Доброе утро! Но, конечно, есть разные магазины. Ассортимент, ассортимент, ассортимент. Ассортимент, ассортимент, ассортимент. Ассортимент, ассортимент. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Да, я не знаю, я не говорю. Я не говорю, что я говорю, что я говорю. Даже так? Да, я говорю. Друзья, давайте посмотрим. Алло. И сразу по 10 раз. Привет, кто бы вы ни были, я очень попрошу сделать вначале тише, даже можете выключить. Алло, варев дзесс. Алло. Алло, вы нас слышите? Алло. Вы нас слышите? Алло. Алло. Так, алло, алло. Давайте так. Ага. Алло. Так, друзья, номер телефона 091-76-1007. Алло. Он прямо сейчас свободен. Пожалуйста. Да, поэтому вы можете в эти минуты дозвониться, и мы даже не успели узнать, как зовут человека, который прорвался, просто, к сожалению, он нас не слышит. Но если у вас под рукой есть телефон, вы, во-первых, можете зайти к нам на сайт и проследить за визуальным радио, во-вторых, конечно же, дозвониться в прямой эфир по номеру 091-76-1007. Алло. Алло. Здравствуйте. Как зовут вас? Гарник. Гарник. Ну, давайте будем знакомиться. Знакомство у нас начинается с вашего номера телефона. Так. Йо-тана-сун-инне, Йо-тана-сун-инне, Йо-тана-сун-мэк. Йо-тана-сун-инне, Йо-тана-сун-мэк. Гарник. Да и маду-пат-мэк. Вы когда-нибудь хотели уехать отсюда? Уехать? Нет. Нет. Нет? А почему? Как так получилось? Можно пару месяцев. Нужно? Так как две дуры такие, нудная. Гарник. Ага. Ты ему, ну... Просто мы желаем вас честного ответа. Гарник, а где-то дзерковка, а где-то дзерковка. А мы за сайт, где-то дзерковка Марту. Алло. Ага. Мин кока Марчка. Если мы на гене-кенэк. Тогда дзез меня цинь згарц в лоб. У нас сегодня номер телефона 091-76-1007. Пожалуйста, давайте добьемся сегодня. Добьемся, да, добьемся того, чтобы вы дозвонились, все-таки не было никаких проблем со связью. Но для этого у вас, во-первых, должны быть минутки на телефоне, для того, чтобы с нами немного пообщаться. Мы с вами познакомимся, и вы даже, может быть, выиграете 10 тысяч драм. Кстати, по поводу вопроса. И вообще, Аривик, я бы хотела спросить у вас, пока мы... Звонок нет, не успеем, но я, надеюсь, еще под конец все-таки задам. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как зовут вас? Лёва меня зовут. Лёва, сделайте потише радиоприемник, а то и вас потеряем. Мы сделали потише. Все, это прекрасно. Лёва, вы первый раз к нам дозвонились? Да, первый раз. Поздравляем. Ну и нас тоже, конечно. Ваш номер диктуйте? 077-47-7-43-88-89. 89. Отлично. Лёва, вы где сейчас? Я сейчас в Эребуни. Аж в больнице Эребуни или в район? Ну, район. По делам. Иньча эконом Эребуни у меня? А? Алло. Лёвджиан, инча эконом Эребуни у меня? Горзо в Эребуни у меня. Иньч горца? Ну, Мартин. Иньча эконом Эребуни у меня. Вот, то есть налёк в Оренча, а то он чур горца в вас в Эребуни у меня дранит. Мартин. Иньча эконом Эребуни у меня. А, Лёв? Алло, ну по-русски или по-армянски вы? Вы говорите, я вас не понимаю. Лёв. Ну, лучше по-армянски или по-русски, для меня всё равно. Пожалуйста, давайте на армянском. Давай на армянском. Дух я келек Март, я сналю. Ажхатанки беремов, макичан знака. Лёв. Иньча ты келек Мартин? Ну, об этом нет. Иньча к Аракум? Ребята, ты секунда не так. Что ты? Дух миштек сенсом, ну, вот такой знаете. Категоричный сенс, строгий, жесткий Март, а? Да, строгий, чемпус. Просто же я омана кемештем тех, агуру, грамма или из... Мошану, не экенчван? Да, наверное. Дух жамана катагор пизя в ропа резангек. Тогда давайте дайте нам возможность с вами нормально поговорить. Исс не будьте таким суровым, как все армянские мужчина, да? Оливик, вот у вас муж суровый? Это я в нашей гости спрашиваю. Вот такой же? Лёв, из Духа Муснаццек? Да, Муснаццек. Вот каждый день, каждый утром просыпается в Дубарье. Лёва, ты прелесть, говорит она. Лёва, ты звезда. Лёв, а у вас дети есть? Сколько вам лет? Мне 33 года, у меня один сын. Хорошо, хорошо. Выглядите, то есть суровости у вас где-то лет на 60, 100%. Плюс ещё, знаешь, такая вот наша армянская, отвечать по существу. И ЦАНР. Обязательно. ЦАНРИМЕЧ. ЦАНРИМЕЧ, это прекрасно. Ну и ещё, наверное, вас работа обязывает, да? У вас же там все... Да, обязывает работа. Партнёры такие тоже, ЦАНР. Или есть любимые такие, в которые вы с удовольствием едете в этот магазин? Много таких, партнёров много есть. Лёва, где одевается ваша жена? В разных местах. Ну, например, Берчанка, Борта-Гицаринка, Хакуст Ганаль. Из Зары мы покупали, она покупала, я деньги давал ей, она покупала. То есть вы ходите в торговые центры? Да, да. На ярмарке, когда вы последний раз были? Год тому назад. Год тому назад. Год тому назад. Почему вы больше не ходите туда? Мне всё-таки интересна эта тема. На ярмарку? Угу. Ну, те же самые вещи, в магазине тоже такие цены, такие вещи, нет разницы. Понятно. В общем, в магазине вам удобнее. Лёв. Да. А вы с вами откуда? Я из массива, из Ереванских. Вы с Ереваном Эксимвэль? Да. Из Кадзэржа, Марика, Айрика. Папикнеря, папикнеря. Они тоже родились в Ереване, Каримы, Ереванцы. Лёв, у меня ещё вопрос. Ваша жена работает? Нет, она не работает, она домохозяйка. Домохозяйка, потому что вы не хотите, чтобы она трудилась вне дома? Ребёнок у нас маленький. А, малютка, сын. А когда подрастёт, разрешите ей работать? Поживём, увидим. От чего это зависит, скажите мне? От степени суровости на данный момент. Ну, судя по данному моменту, Лёв, степень очень высока. Не светит ей никакая работа. Потом он ещё сынешку сделает, а потом ещё дочку. Ну ладно, а чего вы боитесь, Лёв, что ваша жена будет работать? Чего вы опасаетесь? Я ничего не боюсь, просто это, знаете как, пока сын ещё маленький, подрастёт, ещё много времени пройдёт. До этого может многое измениться. До этого, может, и не нужно будет ей работать, потому что вы будете зарабатывать настолько много, что ей и не нужно, да? Да, это тоже может быть. Дай бог. Лёв, сколько лет вы работаете доставщиком хозяйственных товаров? Ну, пять лет. А до этого что вы делали? Учился. Я ещё раз учился, судя по возрасту. До этого пять лет, но судя по возрасту, на врача, что ли, учились так долго? Нет, юристом на юриста. Ой. А почему вы не работаете юристом? Ну, здесь работа такая, непотребная. Много юристов. То есть юристы стране не нужны? Ну, можно сказать, что достаточно. Ну, многие юристы, но много их, почти 90%, кто оканчивает, или юрист, или врач. Или экономист. Или экономист. Лёв, а вы согласны с тем, что мы ленивые? Мы льгаязгэ аляркута. Да, очень ленивые, народные. А сами вы часто ленитесь? Ну, не часто. Ну, есть за вами такой грешок. Давайте сейчас не поленимся, выиграем 10 тысяч. Бывало, бывало. Лёв, давайте выиграем 10 тысяч, попробуем. Давайте. Наши гости Оревик Дизигуаль. Оревик Оребян. Может быть, вам поможет. Как женщина. Мне, в общем-то, кажется, вам вопрос не очень понравится, потому что он будет посвящен также женщинам. Женщинам армянским, известным, которые получили известность благодаря каким-то таким несвойственным женщинам поступкам. Итак, дорогой Лёва, давайте с вами попробуем выяснить, в честь какой армянской царицы был назван... Ага. Только сделайте потише радиоприемник, я вас уверяю, вы по телефону будете прекрасно нас слышать. Лёва, давайте говорим. Да, да. Да, слышим. Итак, в честь какой армянской царицы был назван героически известный женский батальон. Ага. Еще раз почет. Женский батальон, который участвовал в Арцахской войне и остановил депортацию села Атерк Мартакерского района. Это очень известный женский батальон. Ага. А в честь какой армянской царицы он был назван? У нас есть три варианта. То есть дело происходило в Карабахе? Да. Вы не торопитесь. Есть три варианта. Вы один выберете, надеюсь, правильный. Ну и все, и 10 тысяч драм ваших. Вот был в Карабахе женский батальон. Да. Как он назывался? Паранзем, Аршамуи или Нушик. Вот Арабик как думает? Давайте, давайте подумаем сначала. Я, честно говоря, не знала. А нету 50 на 50? У нас как-то асамчике-то. Да. Ну это понятно. Я сама, когда узнавала этот вопрос, читала, тоже не знала. Ну это шутка. Я сейчас вспомню. Я много таких документальных фильмов посмотрел по Аршаму, Карабахе. Я сейчас хочу вспомнить. Итак, Паранзем, Аршамуи и Нушик. Если я вам скажу, чем известны каждый из этих цариц, вы, в принципе, сразу ответите. Но я вам это скажу после вашего ответа. Наверное, придется угадывать. Паранзем, Нушик и... Аршамуи. Аршамуи. Алло. Я вот только... Алло. По-моему, Нушик у нас царицы не было. По-моему. Армянская царица не было, Нушик. Паранзем была. Я... Аршамуи была у нас такая царица. Не уверен на 100%, но Паранзем я помню по истории армянского. Ну что ж такое-то, а? Погоди, я сейчас попробую. Да, сейчас мы позвоним, обязательно свяжемся опять с Левой. Что со связью, непонятно, но ничего, друзья. Итак, вопрос в «Не хочу в Америку». Вот наши сегодняшние гости Аревик тоже. Я вам честно скажу, я сама не знала, но прочитав немного об этих царицах, сильно была поражена, потому... Во-первых, я не знала про такой женский батальон. Оказалось, он был. Да. И героически известен. Вот чье имя он носит, нам и предстоит пока узнать. Лёва. Да, да, вы связались со мной, спасибо. Это вам спасибо, что вы с нами связались. Лёва. Лёв, ну, давайте все время. Не избавляет вас от ответственности. Ашамуи, Нушик, Паранзем. Ашамуи, Нушик и Паранзем? Угу. Ну скажите, что у вас там сейчас? Какие мысли в голове-то? Просто пока мысли. Интересно, давайте мыслить слух. Нушик, по-моему, такой царицы у нас не было. Паранзем и Аршамуи мне так и знаете... Вы сомневаетесь? Ну давайте сомневайтесь. Нушик, по-моему, такой цариц у нас... Давайте Аршамуи, мне так сердце предсказывает. А как предсказывало сердце нашей Аревик, гости сегодняшней? Угу. 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 Да, зачем ее помнить вообще? Выдерживала осаду персов крепости Артагерс, вот именно в честь нее был назван военный батальон арцарский, наш женский батальон. А другие вопросы нету? Здесь, мой друг, они будут в следующей программе, уже для других наших радиослушанцев. А с меня в Мерцинспаранзем, я хочу найти вас. Лёвчан, спасибо вам большое. Я хочу сказать вам, что вы будете в Артагерске. Да, я сейчас встречу, встречу сейчас. А с Олег, встреч. Как там, пробок нету? Нет, пробок нету. Хорошо, тогда я желаю вам, чтобы у вас по жизни никогда не было нигде пробок, как в личной жизни, так и в деловой. Хорошо, Лёв? Спасибо, удачи вам. Спасибо вам огромное, что вы сегодня украсили нашу программу. Подобрел как-то к концу разговора, не выиграл, подобрел. Да, как срось, как рукой сняло, правда же? А всего лишь навсего достаточно улыбнуться. А, Ребек, иногда тяжело улыбаться, но надо. Даже если сложно? А у вас были в жизни сложные моменты? Вот когда просто адски тяжело. Ни денег, ничего нет. Но надо как-то выкарабкиваться. Да, я думаю, что вы, когда мы нашли, мы нашли, мы нашли, мы нашли, мы нашли, 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 нашли. Да, я думаю, что мы нашли, 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 нашли. Друзья, как говорится, ловите момент. Не буду говорить, как это по-латыни, потому что это неинтересно. Но не упускайте свое счастье. Может быть, оно прямо сейчас рядом с вами. Просто обернитесь, возьмите его за руку Я вам этого желаю Не хочу в Америку Вот практически уже подошло к своему финалу В гостях у нас сегодня была Аревик Ребян Владелица Дизигуали Магазина одежды Спасибо вам большое за то, что были у нас в гостях И вам, дорогие радиослушатели, за то, что вы есть Просто потому что есть Встретимся совсем скоро уже, конечно С Давидом Ахабекяном в выпуске новостей